Эти боевые машины порой существовали только в единичных экземплярах. Немногим из них удалось принять участие в боевых действиях. Но они послужили базой для развития серийной бронетехники. Опытные и экспериментально бронированные машины в фильме «Оружие». По большому счету, создание новых образцов боевой техники всегда является результатом смелого эксперимента. Путливая научно-конструкторская мысль дает путевку в жизнь бесчисленному множеству опытных моделей. История 20-го столетия изобилует примерами экзотических летательных аппаратов, которые не могли взлететь, ракет, которые взрывались на старте, автомобилей, которые не могли ездить. Не стала исключением и история создания бронетанкового вооружения. Исследования делись и ведутся в направлении повышения основных боевых свойств бронемашин, в частности, зачищенности, огневой мощи, подвижности, а также направлении совершенствования их эксплуатационно-технических свойств. Первые модели советских танков и других боевых машин во многом были экспериментальны. Немногие из них были приняты на вооружение. В полной мере опытные работы развернулись в 30-х годах. Большим энтузиастом внедрения новинок в области политехники был начальник вооружения РКГА, заместитель наркома обороны СССР Михаил Тухачевский. Конструкторы постоянно пытались расширить возможности боевой техники. Правильность того или иного решения поначалу оценить было трудно. Поэтому поиск шел во всех направлениях. Например, танкам придавались все новые боевые качества. Они научились не только передвигаться по суше, но и преодолевать вводные преграды. Для этого боевые гусеничные машины оснащались грибными винтами, такими же, как у кораблей. Результатом экспериментов стало появление Т-37 – первых серийных плавающих танков. На воде Т-37, благодаря поклавкам, держался вполне уверенно. Через некоторое время парк плавающих танков пополнился более совершенной машиной – Т-38. Одновременно проводились испытания танков для движения под водой. Машины семейства БТ герметизировались и оснащались специальными воздухопитающими трубами. После этого они могли самостоятельно передвигаться по дну в обоем. Получив в свое распоряжение серийные танки различных типов, конструкторы стали оснащать их разнообразным оборудованием. В основном это были инженерные машины. Они предназначались для укладки мостов, преодоления минных полей, уничтожения проволочных заграждений. Обычно такие машины не были вооружены. Эксперименты с вооружением также ввелись и очень активно. В башне танка Т-26 вместо пушки и пулемета разместили огнемет. Струи горящей жидкости выбрасывались на десятки метров. Но дальность эффективного поражения у таких машин была ограничена в 60-70 метрах. Из-за этого огнеметные танки не получили большого распространения. Но идея оснащения танка огнеметом не умерла. В годы Великой Отечественной войны советской промышленностью серийно выпускался огнеметный вариант знаменитой «тридцатьчетверки» — танка Т-34. Эта машина, в отличие от огнеметного Т-26, сохранила основного орудия калибра 76 миллиметров. Огнемет устанавливался в башню вместо спаренного пульмота. Для усиления вооружения пытались применять ракеты, горящим сторонником которых был Тухачевский. На танке БТ-5 были смонтированы установки для запуска ракетных снарядов и специальных танковых торгов. Недостатком обеих конструкций была легкая уязвимость в бою. Невысока была и эффективная дальность стрельбы. Более перспективными выглядели самоходные артиллерийские установки на шасси серийных танков. Они были предназначены для поддержки огнем танковых частей в ходе наступлений. Самоходки оснащались более мощным и разнообразным вооружением, крупнокалиберными пушками и гаубицами. Однако в серийное производство ни одна из созданных перед войной самоходных установок не пошла. В 1933 году будущий знаменитый конструктор вертолетов Николай Камов предложил проект танка-автожира. Государственная комиссия после тщательного изучения проекта заключила, что для нормального полета мощности двигателя будет недостаточно. Кроме того, серьезной проблемой стала бы подготовка танкистов и вертолетчиков. Поэтому дальнейшие работы по этому проекту прекратили. В целом, эксперименты с различными типами бронетехники и бронетанкового вооружения стали сворачиваться после ареста и расстрела маршала Тухачевского. Окончательную точку в большинстве опытных конструкторских работ поставила война. Фронту срочно требовались надежные и проверенные машины. Времени на поиск, пробы и ошибки не было. Только после начала коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и улучшения обстановки на фронтах, конструкторы получили возможность воплотить в жизнь многие идеи. Самый быстрый и эффективный результат принесли довоенные разработки в области самоходной артиллерии. На шасси серийных танков, которые хорошо освоила промышленность, поставили мощные пушки и гаубицы. Во второй половине войны самоходки активно поддерживали огнем наступающие танковые части и пехоту. На вооружение советских танковых армий к тому времени поступили новые тяжелые танки ИС-2. Именно семейство тяжелых танков ИС послужило базой для многих экспериментальных и опытных машин после военного периода. С тем, что тяжелые танки Великой Отечественной войны очень хорошо себя зарекомендовали. Начиная с середины 40-х годов, одним из главных направлений развития танков стало развитие именно тяжелых танков. Этапным танком в развитии этого класса машин стал танк ИС-7, который вообще-то по правилу называют шедером советского танкостроения. И что интересно, что этот танк, который разрабатывался и создан был в качестве опытных образцов в конце 40-х годов, оказался достаточно совершенным танком даже в сравнении с основными боевыми танками современности. Очень много технических решений, которые были впервые применены на ИС-7, были впоследствии применены на советских основных боевых танков. Практически, можно сказать, что заимствованы у танка ИС-7, конечно же, развиты, но развиваются совершенно в другом уровне боевые технологии. ИС-7 с полным основанием можно назвать супертанком. Он имел для своего времени самое мощное бронирование и вооружение. ИС-7. Тяжелый танк. Боевая масса 68 тонн. Длина 11 метров. Ширина 3,5 миллиметра. Толщина брони от 150 до 350 миллиметров. Двигатель дизельный. Мощностью 1050 лошадьевых сил. Скорость до 60 километров в час. Вооружение. Нарезная пушка калибра 130 миллиметров. Два пулемета калибра 14,5 миллиметров. Шесть пулеметов калибра 7,62 миллиметров. Экипаж 5 человек. В селе было построено шесть. Одним из самых экзотических был вариант бронированной машины на воздушной подушке. Вначале в одном из ленинградских научно-исследовательских институтов была создана натурная самоходная модель массой 3,5 тонна. Она поднималась над поверхностью на 200 миллиметров. Испытания показали, что машина обладала хорошей проходимостью. Она успешно преодолевала юные поля и не боялась водных преград. Позднее, с учетом полученного опыта, создали макет боевой машины на воздушной подушке. Ее ходовая часть имела настоящее бронирование. Башня с макетом орудия была изготовлена из обычной стали. Спустя несколько лет на вооружение военно-морского флота СССР примели десантные суда на воздушной подушке. Но сухопутная драмотехника с таким движителем еще ждет своего часа. Экспериментальные проекты редко доходят до стадии серийного производства. Большинство конструкций заканчивает свою жизнь на дальних заводских дворах. Но разработчики получают бесценный опыт, который позволяет создать по-настоящему боеспособные машины. Редактор субтитров А.Семкин